Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Ураганный ветер привел к серьезным пожарам в Алтайском крае. Возгорание зафиксировано в 15 районах. О последствиях выпуски. Оплатить счета дважды заставляют жильцов в четырех домах в Барнауле. И теперь через суд они доказывают, что являются добросовестными плательщиками. Лучшего волонтера выбрали в Алтайском крае. И скоро он отправится на всероссийский этап конкурса. С героем познакомилась наша съемочная группа. Ураганный ветер привел к серьезным пожарам в Алтайском крае. Возгорание зафиксировали в пригороде Барнаула и в 15 районах. О них сообщили жители Куринского, Олейского, Змеиногорского, Заринского и других районах. Так, в Олейском районе загорелись поля. По словам местных жителей, пламя продвигалось в сторону села Осколково. Но его удалось вовремя ликвидировать. Но из-за ураганного ветра населенный пункт остался без света. Также крупный пожар произошел и в Куринском районе. Там сгорели поля. Пострадало и фермерское хозяйство на границе со Змеиногорским районом. По сгоранию тушили 87 человек и 21 единица техники. Борьбу с огнем вели силы Куринского и Федеральной пожарной охраны, в том числе Змеиногорска, Краснощоково, Поспелихи, Службы территориальной подсистемы предупреждения о ликвидации чрезвычайной ситуации. Всего за прошедшие сутки, по данным космического мониторинга, на территории края зафиксировано порядка 30 термически активных точек. Из них 22 случая. Пал сухой растительности. А платить счета дважды заставляют жильцов четырех домов в Барнауле. Они думали, что являются добросовестными плательщиками, а теперь вынуждены доказывать это через суд. Жильцы четырех домов, относящихся к ТСЖ «Дом-4», обнаружили в своих квитанциях суммы, которые они уже выносили поставщику энергоресурсов. Стали разбираться. По закону жильцы имели право платить за горячую воду и электроэнергию не только через ТСЖ, но и напрямую поставщику услуг «Мупэнергетик». Этим правом жильцы и воспользовались, и деньги вносили исправно, да еще и с переплатой. Получаем восьмого пенсию, и восьмого платим все. И бежим скорее платить. До десятого полностью все выплатят. Да, мы все торопимся, потому что до десятого срока надо обязательно выплатить. Я вам скажу, у меня с 12-го года все платежки лежат. Но не все жители поступили так. Некоторые накопили долги за услуги. Итог ТСЖ задолжала «Мупэнергетик» около двух миллионов рублей. «Мупэнергетик» подал в суд на ТСЖ и дело выиграл. Теперь, чтобы восполнить долги, квитанции выставили жильцам. При этом всем четырем домам больше сорока лет, и проживают в них в основном льготники, заслуженные работники и ветераны труда. Все они получают льготы, которые можно получить только при оплате счетов. Естественно, о никакой задолженности здесь речи и не может быть. Конечно, очень странно происходит в этой ситуации, что «Мупэнергетик» говорит, что есть долг, и засчитывает эти денежные средства за долги, как будто бы 15-го, 16-го, 17-го года. Выходит, что в проблемах жильцов разбираться никто не собирается. Чтобы решить финансовый вопрос между собой, организации заставляют добросовестных жильцов платить дважды. Продолжение истории смотрите в следующих выпусках новостей. А также, как не попасть в подобную ситуацию, в эфире программы «Интервью дня» расскажет директор Алтайской региональной общественной организации защита прав потребителей Людмила Жгун. Смотрите сегодня в 17.15. А пока продолжаем. 372 преступления зарегистрировали правоохранители в садоводствах региона. Причем из них 316 – это кражи с дачных участков. Такую статистику во время встречи с журналистами озвучили сотрудники главного управления МВД. Больше всего краж в садоводствах зафиксировано в Барнауле. К примеру, в товариществах Центрального района совершено 86 преступлений, в Индустриальном – 28. Не обошли грабители стороной Бийский и Рубцовский садоводства. Так, в Бийске за последний год произошло 39 правонарушений, а в Рубцовске – 33. В итоге за такие преступления полицейские задержали 46 человек, 20 из них – рецидивисты. Характерной особенностью преступлений, а именно краж садовых участков, трудность их раскрытия в том, что период временной очень велик. Как правило, зимний, оставляют у нас потерпевшие на зимний период садовые участки без присмотра. Преступники, имея умысел при совершении преступлений, проникают и обнаруживаем мы гораздо позже, после проникновения. Бесплатное обследование могут пройти жители и гости Барнаула. Сегодня в день борьбы с инсультом. Нарушение мозгового кровообращения – одна из главных причин ранней инвалидности и смертности в России. Алтайский край не исключение. Самая массовая профилактическая акция в нашем регионе проходит в эти минуты в Барнауле, на пешеходной улице Малотобольской. Здесь развернулся мобильный центр здоровья. Там сейчас работает мой коллега Вадим Слюсарев. Он с нами на связи. Вадим, ждем от вас подробностей. Да, здравствуйте, Кирилл. Риск развития инсульта обычно ассоциируется с людьми в возрасте от 65 лет и старше. Но все чаще встречаются случаи с людьми в возрасте от 40-45 лет, а также встречаются пациенты в возрасте от 30 лет. Чтобы этого не допустить, необходимо регулярно посещать медицинских работников, проходить медицинские обследования. А также, как минимум, вести здоровый образ жизни. И сегодня, во Всемирный день борьбы с инсультом, есть отличная возможность начать этим заниматься. На улице Малотобольской Барнауле могут посетить мобильный центр здоровья. Каждый желающий может узнать о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, определить уровень холестерина и глюкозы, измерить вес, артериальное давление, оценить уровень своего здоровья, получить рекомендацию врача-специалиста. Кроме того, уже все желающие поучаствовали в массовой зарядке и получили информационные материалы. Буклеты по здоровому питанию, физической активности, отказу от вредных привычек, первой помощи при жизнеугрожающих состояниях. Посетить мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом, можно здесь, на улице Малотобольская, с 11 до 15.00. Кирилл, передаю вам слово в студию. Спасибо, Вадим. И я продолжу выпуск. Ученики Калманской средней школы больше не замерзнут на уроки. В районе ввели в эксплуатацию две модульные газовые котельные. К нам пришло голубое топливо, и мы очень этому рады. Четыре года строилась модульная котельная, и вот, наконец, наступил этот долгожданный момент. Есть даже специальная замена. Вдруг, если что-то с газом произойдет, то на дизельное топливо модуль перейдет. Стоимость объектов составила почти 20 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Строительство котельной для школы позволило улучшить и экологическую ситуацию в районе. Еще одна котельная расположена в соседнем населенном пункте, поселке Алтай. Добавлю, в следующем году на газификацию из бюджета края выделяют 300 миллионов рублей на строительство газовых объектов. Сейчас в крае газифицировано 80 населенных пунктов, 12 районов и 4 города. Отмечу, затраты на подключение к газу доходят до 100 тысяч рублей. Поэтому, говорят специалисты, нельзя сказать, что жители переходят на газ быстрыми темпами. Есть средняя статистика, что в первый год, когда мы запускаем объект, около 30% жителей сразу подключаются к природному газу. На протяжении 2-3 года эта цифра доходит до 50. Лучший волонтер в год добровольца выбран в Алтайском крае. Уроженка Бийска Елена Хасанова скоро отправится на всероссийский этап конкурса «Доброволец России-2018». С ней пообщалась наша съемочная группа. Елена Премудрая – так называют ее друзья и коллеги. Волонтером Елена Хасанова стала 9 лет назад, когда в студенческие годы пришла в комплексный центр социального обслуживания населения Бийска. После учебы в университете стала руководителем волонтерского отряда. Коллеги отзываются о ней только как о хорошем человеке. Елена очень открытый человек. Она помогает и волонтерам, и детям. Елена очень мудрая. Да, то есть можно обратиться к ней за любым советом. Елена хотела стать педагогом, обучать детей, воспитывать их. Так и получилось. Любимое дело стало частью ее жизни. Только теперь она не только воспитывает детей, но и ухаживает за пожилыми людьми. Они, говорит Елена, почти те же дети. Им нужно особое внимание. Весь сентябрь она привлекала молодежь к тому, чтобы помогать одиноким пожилым людям. Это был один из ее проектов. Именно с ним она и выиграла диплом первой степени в номинации «Рожденные помогать». Это решается проблема разрыва связей между поколениями. Передается жизненный опыт. Люди пожилые чувствуют себя нужными, значимыми обществу. Чаще всего это люди одиноко проживающие, у которых дети уезжают в другие города, ну или просто одинокие. И как бы не хватает заботы, теплоты. Студенты добровольцы как раз приходят и дают им эти эмоции и чувства. Главный секрет успеха, говорит Елена, это любить свое дело. Помогать всем, кому только можно. Сейчас ее волонтерский отряд учит детей с особенностями развития держаться в седле. Это часть программы, которая помогает им социализироваться. Она и сама на коне, когда дети не боятся трудностей. Ведь для этих ребятишек сесть на коня – целое достижение. Вы видели же лошадок у нас? Да. Ну вот, смотрите, их бояться не нужно. К нам подойдет инструктор, все подробно расскажет. Мы рядом. Так называется волонтерский отряд Елены. И действительно, ни на шаг от детей добровольцы не отходят. А самое главное – дети находят друга, к которому можно обратиться в трудную минуту. Ипотерапия – это реабилитация детей-инвалидов. То есть это улучшает их и психоэмоциональное состояние, расслабляется тело, улучшается их физическое состояние, ну и как раз психическое состояние. Когда любимое дело дает результаты, Елена скромничает. Без команды она бы не справилась. Теперь в год добровольца она сможет побороться за главную награду всероссийского конкурса – звание «Доброволец года-2018». Финальный этап пройдет 5 декабря в Москве. Анна Муратова, Сергей Балуев. Новости. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катун 24 и хорошего вам дня.